Привет, танкисты! Сегодня поговорим про бонус на день космонавтики, который я сейчас вам покажу, и вы, собственно, сможете этим всем воспользоваться, получить довольно много халявы по этой штуке. В общем, внимательно слушайте. И кроме того, у нас сегодня с вами потрясающее огненное ядреное сражение на FV4005, где будут происходить, наверное, самые невероятные космические ваншоты, фантастические события, и кроме того, по утверждению главного героя, то есть танкиста, который играет сейчас на FV4005, в этом бою он даже не использовал никаких модов, то есть абсолютно чистый клиент. И не имея в виду запрещенные моды, вообще никакие моды он здесь, ну, по его словам, не использовал. А то, что будет происходить, это, наверное, фантастическое совпадение, какая-то лютая удача, или что-то просто невероятное. Начало боя стандартное, но смотрите, что будет дальше. На центре карты уже начинается переполох, и мы замечаем, что из тяжей у нас поехал туда всего один дедушка седьмой, и у него уже довольно серьезные проблемы. Но оно логично, некому, блин, деда нашего союзного прикрывать. Нужно дедушке оттягиваться тогда чуть назад, чтобы вытянуть противников от хозяйства наших ПТ-водов, которые они тут развели в этих кустах. Просто целое сплочение. Вообще, играя на арте, на этой карте, можно спокойно по этим кустам лупить, и быть уверенным, что почти всегда вы будете наносить дамаг. Ну или даже вдалеке где-то стоите на ПТ, можно сюда блайнить. Такие очень востребованные кусты, вот прямо всегда здесь кто-то до письку поминает свою. Ну а на другой части карты у нас засвечивается СТ-шка вражеская, ВЗ-шечка 132-ая, и тут же отправляется в ангар. Вообще, такая особенность карты, что как только где-то на открытой части появляется хоть кто-то, он сразу же ловит плюхан и очень быстро улетает. Ну, смотрите, ребят, что будет происходить дальше. Наша бабаха пока особо никуда не спешит, ждет цели, но видим, что по СУ-101 уже начинает прилетать, то есть противники вкурили, что здесь в кустах постоянно кто-то стоит. Ну, похоже, СУ-шка просто засветилась, потому что тогда бы и по нашей бабахе могло бы спокойно прилететь. Ну, а в это время счет уже 1-4, видим, что вниз спустилась СУ-130М, я не знаю, нахрена она туда спустилась, отправилась в ангар просто мгновенно, ну, вон, я про вот эту СУ-130М имею ввиду, и начинают уже и блайнить, начинают уже и блайнить эти кусты, и нужно отсюда быстро удирать, потому что, ну, дальше здесь находиться слишком уж опасно. Что же происходит на миникарте? Давайте сделаем небольшой анализ и посмотрим, у кого какие успехи. Левый фланг, вот туда, куда мы сейчас смотрим. По флангам, я опять-таки говорю, вот, если смотреть на монитор, вот так я и называю, начиная с первой до девятой линии, до нулевой линии даже. Это левая первая линия, а нулевая линия это правый. То есть на левом фланге у нас мы видим, что довольно массивное скопление вражеских средних танков, есть даже тяжи. Кроме того, у союзников там особо нету ХП, а у противников есть даже фуловые экземпляры. И, кроме того, поджали нашу союзную команду прямо почти уже в самый угол, и, скорее всего, логичным будет продолжением, что этот фланг противники заберут. Что у нас на центре? Там до сих пор держится ИС-7, и Бачат, 25 ТАП, кто на них? На них едет 277-й, защитник, и еще там сзади было и ВЗ-111, 1-4, вражский Лёва, СУ-101, в общем, тоже приличная толпа. И, кроме того, особо некому там деда седьмого с Бачатом прикрывать. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшие минуты лопнет центр. Оставаться ли на этой позиции? Ну, пока, в принципе, особо ничего не заставляет нашего героя съезжать. Непонятно, на каком фланге будет сейчас проблема, непонятно, куда нужна подмога. В общем, стоит пока и ожидает, и мы стоим вместе с ним. Пока 2000 дамага, кстати, у нас уже на FV4005, и два фрага, то есть стреляет наверняка. Впереди Объект 277, и здесь уже так легко мы его добрать не смогли, хотя это сделали наши союзники, но тем не менее. И неожиданно в этом бою центр карты начинает давить. ИС-7 пока держится, хоть и у него и осталось там 144 хп. Но мы видим, что союзники, в принципе, тащат. И счет 6-6, и левый фланг мы не проиграли, а тяжи на правом даже просто уже стоят отдыхают. Хотя на их месте нужно было бы продвигаться дальше. Ну хотя с другой стороны, фиг знает сколько у них там хп, ведь мы эту информацию в расчет не берем. Пока 7-7 очень равно идет сражение. И вот то, что произойдет в следующие несколько минут, переломит напрочь ваше представление о стандартных боях в World of Tanks. Потому что мы ваншотим леву сейчас, делаем счет 8-7, уже 3 фрага. Видим, что ситуация на миникарте даже хороша. Даже не скажешь, что может что-то прям такое страшное здесь произойти. Но неожиданно правый фланг решает все-таки наконец-то продавить вперед. Либо Батчат 25Т их решает продавить. И Батчат этот самый щелкает саму АСМ. И неизвестно, чем сейчас закончится его схватка с другим тяжем. Кто у нас там, даже не пойму. Объект 257-й что ли? Или ИС-3. А нет, ИС-3 на центре. Наверное, объект там. Или 50-120. 50-120 тоже не вижу. Либо 50-120, либо в квадрате Б0 стоит. Либо вот там бодается. Не, по-моему, это объект все-таки. Это объект там бодается с Батчатом. Кроме того, на центре начинается интересная ситуация. Один ВЗ-111-1-4. На него выезжает два шотных танка. Это ИС-3 и Батчат. Оба шотные. Батчат сейчас разминает Вазика. И Вазик выкатывается еще и под нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто сравниваем счет. Но неожиданно беда пришла оттуда, откуда не ждали. Начинают давить левый фланг. И давить очень жестко. Ладно, ребят. Пока вы смотрите всю жизнь. Давайте немножечко расскажу вам информации. Во-первых, давайте про спонсора. Потому что спонсор этого ролика у нас сайт воткит.ру. Где за 99 рублей по ссылке в описании вы можете поднять себе прем-танк 8 уровня. Или голду. Воткит.ру. Ссылка в описании. Там же бонус-код от бомбилки. Для этого сайта введите его при пополнении счета. И получите крутые эксклюзивные бонусы лично от меня. Ссылка на воткит в описании. Ребята, переходите и испытывайте свою удачу. Бонус-код обязательно активируйте сегодня. Потому что там круто сегодня тоже. И внизу сайта сегодня раздают 5000 голды. Ох, сейчас будет выстрел. Ох, сейчас будет выстрел на 1802. Господи. Чуть-чуть оставили бабахи. Господи. Это слишком жестко. Ладно, еще информация интересная. Для вас победители супер-халявы от бомбилки. Вот их комментарии и наши чеки об оплате. Поздравляем ребят. Они получают себе премтанки 8 уровня или голду. Также в этом ролике будет 2 победителя. Которые получат премтанки 8 уровня или голду. Условия те же. Нужно поставить лайк. Подписаться на канал. Нажать на колокольчик. И оставить позитивный комментарий с игровым ником. Лайк обязательно прожимайте. Ну а мы переходим к финальным новостям. Потому что они у нас интересные. Как вы знаете день космонавтики. У нас собственно сегодня. И с 12 по 15 апреля в честь этого стартовали боевые задачи. Вся эта акция называется космический бонус. И этот бонус ждет вас прямо в ангаре. Давайте вкратце опишу что же там будет. Будет 16 ежедневных боевых задач. Разделенных на две группы. Единоразового и многоразового выполнения. При этом задачи второй группы стартуют с задержкой на полтора часа. То есть первые задачи стартуют в 12.30. И в 14.00 задачи у нас многоразовые стартуют. Таким образом с 14.00. То есть уже сейчас вам постоянно будет доступно две задачи. При этом с интенсивностью в полтора часа будет одна из них меняться. То есть каждая задача длится у нас три часа. И меняются они ну с чередованием небольшим в полтора часа. То есть разница. Поэтому ну это сделано чтобы чаще менялись задачи. И чаще можно было людям может быть больше задач выполнить. Больше задач проверить. Ну в общем что то такое. Круг задач длится у нас получается один день. И на следующий день вся эта система запускается заново. То есть задачи идут по второму кругу через 24 часа. И собственно за три денька вы сможете довольно быстро выполнить и получить призы. Какие же призы вас ждут? Во-первых призы. Один из призов это 15.000 единиц боевого опыта. Ну 15.000 единиц опыта на танк на котором вы закончите эту задачу. И 6 уникальных опликов экипажа. Будут периодически появляться задачи накопительного типа. На облики и на всякие разные призы. Все это ждет вас фронтами. Ну в общем заходите смотрите. Вот такой вот космический бонус у нас оказался. Мы думали все гадали что же за бонус. А в итоге это оказались просто вот такие вот круги задач. Это и есть сам бонус на день космонавта. Как бы вот так вот. Космический бонус. Или бонус на день космонавта. Ну в общем вы поняли. Но это еще не все ребята. У нас в честь дня космонавта стартовали скидки. Скидки да скидки и довольно странные скидки. По мне на ПТ САУ в World of Tanks. Причем на все ПТ САУ. И прокачиваемые и премиумные. Это тоже вот недавно эта информация появилась. Можете если вы хотели себе прем ПТшку какую-то. То самое время брать. Скидка 50% на исследуемые ПТ САУ 4-5 уровней. С 6 по 7 уровень 30%. И с 8 по 10 уровень у нас 15%. Это на исследуемые. На прем ПТшки с 6 по 7 уровень 30%. И на прем ПТ 8 уровня скидка 15% абсолютно на все. Также скидка 50% на слоты в ангаре. Это тоже в честь Дня Космонавтики. Ну а пока вот такие вот серии боевых задач вас ждут. И собственно 12 у нас будет с 2 до 5 была задача на 50% опыта. Завтра она будет с 5 до 8. 14 будет с 8 утра до 11. И с 23 часов ночи до 2 часов. Вот эта задача на плюс 50% опыта. И мне кажется кто прокачивает танки. Вот эти временные промежутки в ловите. Ну если не запомнили из моих слов в официальной группе World of Tanks это есть. Может и в нашу вкину. В нашу группу тоже наверное выкину сейчас вот такую вот новость про задачки. Вот так вот ребята. Также там задачки на кредиты будут, на фарм. В общем 3 денька таких плотненьких. Кто прокачивает особенно какие-то ветки. Особенно ветки ПТ-САУ. Самое время поиграть. Если вы давно в танки не заходили. Ну и здесь видим что фантастический подарок бабахи стоит гордо. Гордо АФК Объект 430. Фуловый. Как же повезло зараза этой бабахи сейчас парня. Белая зависть у меня. Белая зависть. Потому что прям такой подарок на Колобанова. И на дамажечку под конец. АФКшный пацанчик. Улет. Вот он. Вот такая вот победа. Сейчас перед вами итоги боя. С вами был ваш Бомбилка. Желаю удачи вам. Крутых боев и хороших выходных. Пока.